В Омск вернулись 200 туристов из Турции. Люди остались там накануне из-за предположительно технических неполадок с самолетом. Больше суток амичи провели в аэропорту Антальи, в холлах, отелях и просто на улице. Из Омска, в свою очередь, не смогла вылететь следующая партия отдыхающих. У них пропал день отпуска. Впрочем, сейчас рейс ZF 5596 совершил посадку. Данила Выжевский сейчас там на месте и встречает людей из затянувшегося отпуска. Данила, приветствую, тебе слово. Сейчас, Таня. Здравствуй, Павел. Здесь многие встречающие непрерывно со своих смартфонов отслеживали полет воздушного судна. Еще бы, ведь своих родных и друзей они ждали около суток. Боялись, что самолет развернется обратно. Но вот долгое ожидание закончилось. Менее чем через час уже объявят посадку на рейс в Анталию для тех, кто не смог вылететь туда ночью. Эмоции здесь всех переполняют. Конечно, об этом расскажут лучше сами люди. Встречают тетю, дядю. Конечно, ожидание утомительное, но самое главное, чтобы все хорошо было. Отслеживали, конечно. Пытались на табло, смотрели, когда вылет, когда прилет. Вот это все переживали, конечно. Данила, а что говорят люди, как отработал перевозчик? Были ли пассажиры обеспечены горячим питанием, номерами в отелях? В отель заселили, но не сразу. До этого туристы провели более двух часов в аэропорту в Анталии. Потом их отвезли в отель. Но в номера не заселили, оставили в холле. Потом снова отвезли в аэропорт, затем снова в отель и так несколько раз. Но лучше об этом, конечно же, расскажут сами люди. Я передаю слово. Да, здравствуйте. Ну, немного устали, конечно. Но на самом деле все нормально. Да, привезли в аэропорт. Потом отвезли в пятизвездочный отель Топ Копы. Очень хороший, на ультра все включено. Все могли покушать, пообедать, поужинать. После девяти вечера опять повезли в аэропорт, но стало известно, что самолета нет. А через сколько вы в итоге вылетели? Ну, мы вылетели через сутки практически. Но нас оставили ночевать в отеле. Утром покормили всех завтраком, отвезли в аэропорт. Ну и в аэропорту мы уже зарегистрировались и практически сразу улетели. То есть, ну так, конечно, тревожно, но ничего страшного. В данном случае Аннекс сработал очень хорошо. То есть, всех отвезли, разместили в отеле. Спасибо большое. Также люди собираются подавать иск в суд. Многие из-за задержки рейса не успели вовремя выйти на работу. Ну и, наверное, большинство из них потребует моральной компенсации. Данил, а все-таки из-за чего произошла задержка рейса? Почему настолько поздно самолет вылетел из Омска? Мы связались с компанией-перевозчиком. Свою вину они отрицают, так же, как и неисправность воздушного судна. Ссылаются на то, что во всем виноваты турецкие диспетчеры. Ну потому что там с бортами у них проблемы. Они намешали борты. Много рейсов. Поэтому вот такая вот и ситуация пошла. Замена всевозможная. Вот, не дай бог, неисправности. У меня другая информация. То, что там какой-то... Что там именно с планом полетов бы напутано было. Данила, спасибо большое. Поблагодари, пожалуйста, и своего собеседника. Я напомню, в аэропортовом центральной встречал задержавшихся туристов из Турции наш корреспондент Данил Выжевский.